Это раньше футбольной жизни Романа Адамова были чемпионства, позвание лучшего бомбардира премьер-лиги и участие на Евро. Сейчас 32-летний нападающий вместе с Сибирью бьется за сохранение прописки в ФНЛ. Вперед, Роман! Понаблюдать вживую за игрой Адамова нам удалось в Химках благодаря, в кавычках, отсутствию лицензированного поля у Сахалина, соперника сибиряков по очередному туру. Адамов вышел в старте, отыграл весь матч, много нагнетал, как и в прежние годы, но забить так и не сумел. Впрочем, его команда все равно выиграла, благодаря голу Максима Астафьева. После игры Роман Тепло поприветствовал самых преданных болельщиков Сибири в количестве двух человек и дал согласие на интервью футбольному центру. Правда, уже не в окрестностях Химок, а в самом центре Москвы. Началась наша беседа далеко не с футбольных тем. Там я король шут. А я, кстати, знаю, что вы большой поклонник такого тяжелого рока. По-прежнему ему остаетесь? Конечно. С детства слушал группу «Армию». Но когда был солистом, он в Валерии кипелал. И в 2010 году нам удалось познакомиться. И по сей день поддерживаем отношения со всей группой. Это дядь Саш маньякин. Он будет ругаться, я знаю. Но, дядь Саш, привет тебе. Расскажу даже историю в Ростове. Те же молодежь слушают рэп, непонятная музыка. Я не знаю, как ее вообще можно слушать. Вообще не воспринимая эту музыку. У меня нормально все. Что там кому не нравится? У меня нормально все. Что там кому не нравится? У нас ребята, то есть многие слушали вот это направление. Iron B, там рэп. И они у меня всегда смеялись надо мной. Говорят, ты собак слушаешь там. А у меня по-моему там Валерий Кипелов, да, там мелодичный такой рок. А я там еще слушаю гораздо тяжелее. Говорят, все с собаками. Я говорю, вот сейчас приедет, то есть они приезжали с концертом в Ростов. Я говорю, я вас всех затащу на концерт. Они говорят, мы не поймем. Говорят, давайте так, если вы придете туда, после концерта скажете плохое хоть слово, то есть вообще вопрос, можете шутить нам и сколько угодно. Собрал я человек 10, наверное. Причем такой рок-концерт. Ребята пошли там, кто с невестами, с женами, с женами на каблуках, на шпильках, такие модные, а там, да, представляете, да? Ну ничего, посидели на концерте. После концерта все в один гол и говорят, может быть, мы эту музыку слушать не будем, но больше никогда лично про Кипелова и про группу Ари никогда не скажем плохого слова. Вся ты с ума, улица Ростова Закончили.